ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сначала реализация проекта прошло три года. Что же такое сегодня система СЛУ-12, что она из себя представляет? Да, три года назад мы приступили к реализации данного проекта на территории Ростовской области, делали все это поэтапно, вводили поочередно определенное количество муниципалитетов. И к настоящему времени система уже прошла тестовую эксплуатацию и введена в промышленную эксплуатацию. Приказом Министерства цифровой информации, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, подчеркиваю, Российской Федерации. Была создана специальная государственная комиссия, которая принимала эту систему. И вот в этом году мы уже работаем в промышленной эксплуатации. Что собой представляет эта система? Это автоматизированная система приема вызова экстренных оперативных служб по единую номер 112. Это совершенно новая система, построенная в Ростовской области. Проделана колоссальная работа по прокладке оптиковолоконных линий связи со всеми муниципалитетами. Созданы автоматизированные рабочие места во всех наших муниципальных образованиях, а также в службах экстренного реагирования, в силовых ведомствах. Везде установлены рабочие места системы 112. Прошло обучение всех сотрудников. Это более тысячи человек обучили нас работать на этих рабочих местах. И сегодня мы работаем в единой сети на территории всей Ростовской области. Для устойчивой работы системы создан основной центр обработки вызова, который находится в Ростове, и резервный на случай выхода из строя основного центра в Новочеркасске. У нас есть резервный центр обработки вызова. Что еще сделано для понимания нашим телезрителям? Сегодня система не только принимает звонки, а звонков мы принимаем в обычные дни, если все спокойно на территории области, где-то около 9 тысяч вызов приходит. Серьезно? Да. Если же происходят какие-то чрезвычайные ситуации, происшествия, особенно связанные с природными явлениями, вот, конечно, звонков увеличивается в разы. Мы можем сегодня, используя все возможности нашей системы, определять местоположение звонившего, заявителя. То есть, если вы набираете номер 112, оператор сразу же на карте видит ваше... Автоматически, где вы находите? Автоматически на карте высвечивается ваше местоположение. Для нас это очень важно, да? Для того, чтобы своевременно привлекать силы и средства реагирования, установленное место. Не дай бог, да, человек, допустим, оборвалась связь или что-то, да? Да, если оборвалась связь, это тоже все предусмотрено. Только вы звоните, ваш номер телефона сразу высвечивается. Если оборвалась связь, система имеет такую возможность нажатием кнопочки, диспетчер выходит на обратную связь к вам. Автоматически все соединяется. Значит, мы можем определять местоположение человека. Для нас это очень важно. Скажем, дорожно-транспортное происшествие на дороге надо знать хотя бы примерно на каком километре. Потому что спасатели, допустим, находятся от этого места, скажем, там 5 километров, а мы можем вызвать спасателей, которые находятся на расстоянии там 50 километров, если не знать местоположение. Обычно человек в таких ситуациях, стрессовых, он просто теряется. Его спрашиваешь, где, ну и действительно так, вот едешь по трассе. Ну, в лучшем случае, ты едешь, увидим какой-то километр автомобильной дороги, большинство же, мы едем, особо не обращаем внимания, где мы находимся, на трассах, особенно федеральных. Вот, что еще? Подключена система ГЛОНАСС и АЭРОГЛОНАСС. Это важно для контроля за теми же службами, машинами службы экстренной помощи, контроль за школьными автобусами, потому что у нас все обеспечены, оборудование системы ГЛОНАСС. Мы видим, где находится той или иной вид транспорта. Ну, АЭРОГЛОНАСС, это сегодня новая система, которая устанавливается уже на автомобилях выпуска этого года, да? Она тоже работает в автоматическом режиме. Даже если вот сработала система ГЛОНАСС на автомобиле, и водитель не может вести переговоры с диспетчером, то все равно приходит к нам сигнал, и мы знаем точно местоположение автомобиля, с которым что-то случилось, и направляем туда экстренные службы. То есть сегодня мы завершили вот этот этап основной, вот, и система работает, вот, как я уже сказал, промышленной эксплуатацией. Но, наверное, самое главное, то, что в системе 112 нет того, чтобы был не принят звонок. Такая ситуация вообще отсутствует. Ну, то есть она невозможна, да? Это невозможно. Если ближайший район не может принять этот звонок, там, по каким-то там, или загруженности, или техническим причинам, то звонок сразу же уходит на центральный пост здесь у нас в Ростове. Даже если мы не примем ее, то он пойдет в резервный центр. Если резервный центр не примет, то он пойдет в любой соседний район. То есть вот так задублирована система, что потеряться звонок он просто не может. Чтобы не было вообще никаких пропусков, да? То есть, ну, вот... Да, и все фиксируется. Что самое главное, что все это записывается, все переговоры диспетчера с заявителем записываются, какие команды отдает службам, тоже все ведется запись, и эта запись хранится три года. Телефон 112, все уже привыкли, что есть телефон 112, да? Теперь система 112. Это... Ну, в чем принципиальное отличие? То есть, или разницы никакой? Ну, в принципе... Разницы никакой. Просто люди так и называют, да, правильно называется, автоматизированная система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Ну, просто между собой люди общаются, номер 112, номер 112. Это все то же самое. Кстати, я хочу сказать, что номера 01, 02, 03, или там, 101, 102, 103, их тоже никто не отменял. Они так же работают, люди могут звонить и по номеру 01, и по номеру 112. Просто служба 112, она принимает заявки или звонки по любому направлению, по любым вопросам. И все-таки в каких случаях звонить 112, а в каких отдельных, там, 102, 103? Есть какое-то значение, или это не имеет значения никакого? Ну, я скажу, что значение имеет, потому что служба или система 112, она позволяет более быстро привлекать все службы. То есть лучше звонить 112 вообще? Ну, да, конечно. Потому что, если, к примеру, вы звоните, вот чисто на примере я говорю. Ну, пожар, да, заявитель звонит на номер 01 и попадает в пожарную часть, да? В службу пожаротушения. Понятно, что служба пожаротушения спросит, какая там ситуация, но, как правило, при большинстве пожарах требуются и спасатели, требуется полиция, да, и медицина в том числе. Если этот звонок пройдет на 01, то диспетчер 01 после приема звонка и отправки пожарного расчета, он еще будет вынужден звонить по телефону, набирая номер полиции, полицию звонит, там, медицину, да, спасателям. Это теряется время. Если же звонок принимает оператор 112, у него сразу есть возможность автоматическое нажатием в одной кнопочке подключить все службы. То есть вы звоните, информируя о пожаре, да, уже слушает вас и пожарная охрана, слушает полиция, медицинская помощь, все на связи. Все, кто нужно, все на связи. Вот сказали, да, немножко уже про пожар, допустим, к примеру, перевели. А с какими просьбами, в какие службы чаще всего обращаются в систему 112? По количеству звонков. Да, да, да. Ну, по количеству звонков, наверное, ты, естественно, тут ничего другого-то не придумаешь. Наибольшее количество звонков по ЖКХ идет от людей. Это практически половина звонков. Поэтому мы сегодня очень плотно работаем с нашим министерством областным жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня у них установлено уже рабочее место в диспетчерской службе. Сегодня уже установлены места 112 в ЖКХ Ростова и Батайска. И процесс этот идет. То есть если вы звоните по номеру 05, и там, как правило, дозвониться очень трудно, то там, где уже установлены эти рабочие места 112, все равно ваш звонок будет принят. То есть уже не будет этой очереди заявок по 05. Диспетчер 112 принят эту вашу заявку, и уже по своим линиям коммуникации через рабочие места этот ваш звонок, ваша заявка уйдет на ЖКХ. И главное, что она будет зафиксирована, взята на контроль в автоматическом режиме. Если мы это сделаем по всей области, конечно, это будет очень большое дело. Очень большая разветвленная сеть у вас, шесть служб подключено сейчас, да? Да. На данный момент подключено к системе. Огромное количество звонков, работы очень много. В чем видите перспективу развития системы? То есть куда развиваться дальше? Еще службы какие-то подключают, что-то еще? Да, развиваться эта система никогда не будет стоять на месте, потому что жизнь требует, чтобы мы развивались дальше, да? Ну, первое, какая задача сейчас стоит и которую мы реализуем. Вот, мы должны интегрироваться с нашими соседями. Вот на сегодняшний день у нас с Воронежской областью полностью интеграция. Мы с ними обмениваемся информацией каждый день. То есть если какая-то ситуация в приграничных районах происходит, ну, кому ближе, тот и высылает свою экстренную службу. Завершаем сейчас эту работу по интеграции с Республикой Калмыкия, Ставропольским краем и Волгоградской областью. То есть вот в ближайшее время мы все наших соседей подсоединим и будем вместе работать. Потому что они чуть-чуть попозже там начали реализовать систему ТУ-112, но тем не менее она у них уже тоже начинает работать. Вот это важно. Следующее направление – это подключение дополнительно наших, ну, нашей службы, да? Вот по ЖКХ, я сказал, это очень важная сейчас тема, очень такое серьезное направление. Потому что это только… Для моих болезней. Очень, ну, я сказал, что половина звонков – это по ЖКХ. Сюда надо подключить же не только диспетчеру, надо сейчас вот нам работать с управляющими компаниями, да? Чтобы через них там работа шла. Вот, работаем сейчас с Министерством транспорта, потому что по дорогам у нас же довольно много камер стоит. Надо их тоже завести к нам. У нас же еще система… Система, да, система… Я, ну, давайте, наверное, сейчас скажу, что рядом сейчас с системой 112 мы создаем безопасный город, сейчас развиваем. И вот туда, как бы, единое целое сегодня. Система 112 входит в безопасный город. Вот по дорогам работы надо более разветвленную сеть сделать, да? Вот. Но и самое главное – завершить работу по интеграции телефонов 01, 02, 03, 04, 05 в систему 112. Как я сказал, мы сейчас работаем по 03, вот, а так должно быть везде. Сегодня, вот, допустим, у нас в службе 01 практически везде уже, во всех наших гарнизонах пожарных, да, по территории области, завершается установка рабочих мест и подключение. То есть будет как и в 03. Вы набираете номер 01, он все равно придет на 112. На 112. Набираете 112 и говорите о пожаре, он тоже туда же приходит. Вот надо все службы так соединить, чтобы у нас сидел человек вот и на одном рабочем месте принимал все звонки. Ну, это примерно как мы… Я сравню, как многофункциональные центры наши, да, работа одного окна. Вот так и у нас должно быть, что человек по любым своим там просьбам, по любым проблемам мог обратиться… По одному номеру позвонок? По номеру 112, да. И все вопросы решили. Хотя мы просим наших вот жителей и телезрителей сегодня, да, я бы просил, что… Конечно, надо обращаться по экстренным случаям. Потому что многие звонят, а где кинотеатр находится, да, как мне такси вызвать? Ну, это немножко, конечно, отвлекает. Такие тоже? Да, очень много звонков. Но понятно, что отвлекает. В это время уже человеку где-то срочно нужна помощь, а оператор вот рассказывает, как проехать библиотеку, как говорится. Хотя в перспективе мы должны отвечать на все вопросы. Надо, может, немножко нас там штат увеличить, да, переподготовочку еще провести, побольше информации собрать, чтобы она у нас была. Но мы думаем, что все равно перспектива службы 112 отвечать на любые звонки наших жителей. Пускай так и будет, пускай все развивается. Да, так должно быть. Все, спасибо большое, Сергей Петрович, за интересный разговор. Для многих полезный, я уверен. Это была программа «Что волнует» на телеканале ДОН-24. Меня зовут Иван Полехин. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»